Добрый день, дорогие друзья! Начинаем цикл репортажа о тайных загадках Узбекистана. А сегодня мы поговорим о петроглифах. Рисунки на скалах петроглифы ученые называют загадкой тысячелетий. В этих рисунках есть и настоящая загадка. Одни рисунки на скалах видны только на солнце, некоторые петроглифы видны только в тени, а некоторые не видны совсем. В самых ранних петроглифах изображались животные, птицы или же растения. Потом домашние животные нашли свое место на скалах, а затем стали рисоваться и сами люди. Картинные галереи, фотовыставки древних людей, поражающие воображение сюжетом, разнообразием, качеством проработки деталей, встречаются во всем мире. Здесь изображены животные, охотники, ритуальные танцы. Пхимбетка в Индии. Здесь нарисованы люди, лошади, крокодилы, тигры и львы. Куэва де Пасманас в Аргентине. В пещере рук изображены левые руки древних обитателей этого места, сцены охоты, раскрашенные в красно-белые и черные цвета. Лаас Гааль в Сомали. Коровы, собаки, жирафы, люди в разноцветных одеждах. Национальный парк Кокоду в Австралии с изображениями, выполненными древними аборигенами материка. Ньюспейпер-рок США, штат Юта. Наследие индейцев с необычно высокой концентрацией рисунка на плоской скалистом утесе. Пещеры Шове во Франции открыты в 1994 году. Возраст некоторых рисунков, в том числе мамонтов, львов, носорогов, около 32 тысяч лет. Сиерра де Капивара в Бразилии. Во множестве пещер изображены охота, сцены, ритуалы. Самым старым рисунком не менее... Это находится в Узбекистане, особенно в горных районах. Это неудивительно, ведь зарождение живописи начиналось там, где можно было укрыться от ветра и зной, и от диких животных. Петроглифы находились в Терексайе, Южном Четкале, Шавассайе, Чимгане, 12 ключей, Пельдерсайе, рядом с перевалом Кумбель. По обоим берегам Четкала, Угама, Пскема, вверху рек Караскисай, Узунсай, возле поселка Хаджикенда. Многие из петроглифов спрятаны водой из отопления черваской котловины. А вот в 30 километрах восточнее города Наваи находится одно из самых необычных мест в Узбекистане – музей под открытым небом, ущелье Сармышсай, или чесночная вода. Здесь находится огромное количество наскальных рисунков, более 4 тысяч видов, возраст которых переваливает за 10 тысяч лет до нашей эры. На петроглифах изображены различные сюжеты наскальной живописи разных эпох. Часть рисунков выбиты прямо в скале, некоторые нарисованы с помощью охры. Встречаются и весьма странные образцы, например, люди с двумя головами, облаченные в наряды, похожие на космические скафандры. Хотя, скорее всего, это не что иное, как ритуальные маски и одеяния. Благодаря тому, что окружающий пейзаж с тех времен не претерпел значительных изменений, создается ощущение присутствия в этой эпохе. Из-за коллоков подсознания всплывают запахи дыма, мяса, слышатся звуки шаманского будна. Психоделическая обстановка втесняет из сознания такие современные понятия, как интернет, автомобиль, электричество. Уникальность местных наскальных рисунков заключается не столько в их огромном количестве, сколько в том, что они нигде больше не повторяются. По этим изображениям можно изучать жизнь первобытных людей, их верования, обряды и ритуалы. Ущелье Сармышсай представляет собой своеобразную картинную галерею и богатейший архив с данными о том отрезке истории, информация о котором так мало дошло до наших дней. Если вам понравилось, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Продолжение следует...